Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, эксперты, спасибо за эту возможность выступить. Мне бы хотелось поговорить о некоторых неточностях и противоречивостях в имеющихся данных, которые касаются связи витамина или гормона Д и опухолей ЖКТ. Как уже было сказано, что витамин Д – это не просто витамин. Но я не буду подробно, наверное, уже останавливаться на разных аспектах механизма его действия. Скажу только, что были многочисленные исследования инвитро, которые продемонстрировали, что помимо широко известного влияния на костномышленную систему, у витамина Д есть еще ряд свойств, которые могут быть полезны нам, как онкологам, при лечении злокачественных новообразований. В том числе это подавление процессов пролиферации клетокопухоли, воспаления, инвазии, ангиогенеза, индукция проаплотических процессов и прочие свойства. По крайней мере, инвитро это так. Биологическая активность витамина Д реализуется через его рецептор ВДР. Но, собственно, комплекс из витамина Д, ВДР и РХР, это рецептор ретиноидов, проникает в ядровые клетки, где весь этот комплекс влияет на транскрипцию риадогенов. Причем были весьма интересные исследования, которые показали, что в норме и при патологии способность этого комплекса связываться со своими мишенями в ДНК, если можно сказать, она не одинаковая. То есть, посмотрите, при колоректальном раке, например, это связывание практически в 4 раза выше, чем в норме. Более того, некоторые состояния, которые не относятся к патологическим, также оказывают влияние на это связанное. То есть, например, те же исследователи оценили в зависимости от расовой принадлежности человека, ну и, в общем-то, цвета кожи. Что интересно, у темнокожих людей связывание вот этого комплекса со своими мишенями в ДНК, оно гораздо выше, чем у людей со светлой кожей. То есть, видимо, это отражает те особенности, что всем разные, и адекватный уровень витамина D в организме, он зависит от множества факторов. Но, как я уже говорил, данные инвитера и данные инвива – это немножко разные вещи. Если говорить о клинических исследованиях, то их было очень много, они были проанализированы сразу в нескольких метаанализах, но я решил остановиться на наиболее крупных из них. И это метаанализ 2017 года, 24 исследования, много тысяч больных, и, в общем-то, можно увидеть, что были получены противоречивые данные. Некоторые работы показали, что, в общем-то, есть уменьшение риска развития опухоли ЖКТ, в частности, корректального рака на фоне применения витамина D. Некоторые работы, вот одна из них выделенная, показала, в общем-то, что, может быть, даже наоборот. То есть риск развития корректального рака повышается на фоне приема витамина D. Но суммарно данный метаанализ показал, что вроде как есть небольшой, но достоверный эффект, хард-разрейша 0,83 в отношении развития корректального рака. И, что интересно, на этой картинке сравнивался риск развития в зависимости от уровня витамина D3. И причем авторы взяли уровень менее 30 наномоль на литр, который в соответствии с последними, если не ошибаюсь, рекомендациями докринологов является дефицитом витамина D. Получили такое хард-разрейшо. А потом проанализировали те же работы, но уже сравнивая группы с минимальной и максимальной концентрацией витамина D в организме. Получилось, что вроде как у пациентов, у которых максимальные уровни были витамина D, риск развития опухоли ЖКТ ниже. Что касается влияния на другие опухоли ЖКТ, в частности, пищевод и желудок, то не отмечается таких либо значимых различий в зависимости от концентрации витамина. А вот при раке поджелудочной железы ситуация более интересная. Как мы видим, авторы этой работы показали, что у пациентов с высокой эндотрацией витамина D в плазме крови риск развития рака поджелудочной железы возрастает по сравнению с остальными категориями больных. Этому был посвящен еще один метаанализ. Очень много метаанализов в этой проблеме. Один с половиной тысяч больных. И, в общем-то, ее авторы показали, что действительно риск развития рака поджелудочной железы возрастает на фоне приема препаратов витамина D, причем плюс 13% на каждые 100 межротных единиц в день. То есть многие препараты кальция и витамина D содержат примерно 400 единиц. То есть получаем 50% на фоне этого приема. Но, как мы знаем, рак поджелудочной железы несколько хуже поддается лечению, чем коврактальный рак, поэтому это, конечно, серьезный недостаток. Но, тем не менее, может ли экзоген и витамин D помочь нам в профилактике или лечении на образование ЖКТ. Это работа из New England Journal of Medicine, 2000 пациентов. И в данном исследовании изучалась возможность профилактики развития полипоза ЖКТ на фоне приема кальция, витамина D или обоих препаратов, ну и групп лассоба для контроля. В кишель из пациента, которым было выполнено удаление полипов при колоноскопии и которым в дальнейшем планировалось проведение колоноскопии с целью наблюдения для того, чтобы дальше оценивать наличие полипоза. И, в общем-то, не было каких-либо различий с точки зрения чистое рецидуирования полипов, но, в общем-то, авторы сделали вывод, что профилактическая терапия витамином D3 не способствует снижению риска развития полипов в кишке. Еще несколько было проспективных исследований, в частности, изначально проводилось изучение витамином D3 и кальция для профилактики переломов, но, в общем-то, его авторы выявили, что действительно прием витамина D и препаратов кальция или только кальция значимый снижает риск развития различных опухолей по сравнению с терапией пласоба. То есть была такая интересная находка. В 2017 году те же авторы брокировали еще одну работу, где уже праймеры по этому развитию опухолей. И, в общем-то, формально не подтвердили они свои данные. То есть было отмечено некоторое снижение риска развития опухолей ЖКТ, но при этом различия не достигли статистической значимости. Дополнительно было оценено снижение риска в зависимости от достигнутой концентрации витамина D в крови. Ну и вроде как действительно показали, что пациенты, у которых концентрация была от 30 до 55 нг на миллилитр, действительно снижается риск развития опухолей. И у нас есть одно рандомизированное исследование, где витамин D3 был использован для лечения корректального рака. Ордомизированные исследования – фалфокс плюс бивоцузумаб плюс высокие дозы витамин D3 или его низкие дозы. Терапия витамином проводилась до прогрессирования заболевания, ну и токсичности. И, в общем-то, действительно, его авторы смогли продемонстрировать достоверное снижение риска рецидива заболевания. Ну, соответственно, получается дельта медианной выживаемости без прогрессирования – 1,9 месяцев. Различия были значимы. Что интересно, при этом не было отмечено повышение риска развития гиперфосфатомии, частые мучекаменные болезни, характерные, в принципе, побочные эффекты терапевтическим препаратам. И даже было отмечено значимое уменьшение риска развития диареи. Ну, в принципе, 1,9 месяцев, на самом деле, это кажется, что немного. Так, если посмотреть, то в большинстве исследований с таргетными препаратами, которые мы широко применяем, то есть тот же бивоцузумаб, сатуксимаб, понитумумаб, там, в общем-то, были отмечены примерно такие же различия при добавлении этих таргетных препаратов к стандартной химиотерапии. Поэтому, ну, может быть, это не так уж и мало. Ну, а вопрос, который хотели бы обсудить с экспертами, это безопасна ли терапия витамина Д, какой уровень может считать оптимальным в плазме крови пациентов и оправдано ли его профилактическое и лечебное применение. Спасибо за внимание.